Комплекс дыхания. Но ни жить, ни дышать здесь невозможно. Вот я стою на 29 этаже и хочу спуститься вниз. Нажимаю кнопку, она не нажимается. Одно из самых красивых зданий столицы. Его даже в книгу рекордов внесли. Стоимость квартир доходила до 70 миллионов. Сказочную жизнь обещали покупателям, а так всё оказалось на самом деле. Это как бы дом премиум класса считается. Вот это? Вот это, да. Прежняя управляющая компания только деньги собирала. Чтобы её сместить, пришлось судиться. Но когда жильцы начали принимать дела, оказалось, что по сути принимать нечего. Всё ценное вывезено. Во-первых, мало того, что необходимо найти, где это всё находится. Куда это всё делали. Да, куда это всё делали, это дорогое оборудование. Демонтировали лифтовое оборудование и систему пожаротушения. Любое нарушение техники пожарной безопасности, оно может привести к пожару, к гибели людей. С отоплением проблемы, хотя люди платили исправно. Особенно на высоких этажах. И просто кипящая вода заливала по несколько этажей вниз с новым ремонтом. И как бы дом постепенно деградирует. Теперь жильцы понимают, что имел в виду директор УК, когда говорил, что управлять элитными домами выгодно. Инструменты для зарабатывания денег в доме, я считаю, выше крыши. Мы выносим на общее собрание вопросы под названием «Передать нам права на распоряжение общим имуществом, на управление общим имуществом дома». И тем самым мы получаем возможность зарабатывать. Из диспетчерской сделали мини-гостиницу для нелегалов. А эту часть дома вообще продали под букмекерскую контору. Посторонних сюда не пускают. Нельзя у нас снимать. И вот так идешь. Я тебя на тебя кальму. А посетители клуба, проиграв деньги, нападают на жильцов. Все-таки вещь азартная. У нас были инциденты. У нас избили одного жильца. Люди, уж не знаю в каком состоянии они были, перелезли через забор кастетами, избили. Полиция завела уголовное дело. Жильцы просят расследовать, куда делось общедомовое имущество и деньги со счетов. То есть там речь идет о миллионах рублей? О миллионах, конечно, не о десятках миллионов. Сам бывший директор управляющей компании Алексей Яценко разговаривать ни с кем не расположен. Позвонили, бросил трубку. Если вы дом не передали, как мы можем отвечать за что-то? Свидание, спасибо большое. Ну вы ответьте, пожалуйста. Вам же, наверное, не сложно будет передать дом, отдать ключи. Ну вот, вы сами видите. Да и разговаривать Яценко некогда. Занятой он человек, говорят у коммерсантов управления еще с десяток столичных новостроек. Дмитрий Беларуков.